Центральный пляж Анапы остается точкой притяжения для жителей и гостей города и в межсезонье. Впрочем, от самого понятия межсезонья власти курорта хотят уйти. Например, многие санатории работают круглый год, поэтому для удобства отдыхающих на побережье поставили вот такие беседки. Очень хорошая идея, конечно. Для зимы, наверное, да. Хотя от ветра, наверное, не загораживает, но хотя бы где-то присесть, потому что идешь долго, если, в общем-то, тут все пенсионеры, мы долго не ходим, хочется присесть. Если погода позволяет, то, конечно, они очень нужны. И красивые, во-первых, и очень хорошо смотрятся. Пока ребенок у меня на занятиях, я пошла прогуляться, купила себе немножечко перекусить, села замечательно. Хотя зимой особо не посидишь, но все равно хочется, пожилые люди все равно сидят. Очень много пожилых ходят, гуляют, садятся. Да не только пожилые, и молодые, это с детьми. Инфраструктура для зимнего туризма в Анапе создается в 10 зонах отдыха. От села Суко до Станицы Благовещенской. Выполняется принципиальное решение – сделать курорт привлекательным круглый год. По поручению губернатора был разработан проект по размещению зоны отдыха на пляжной территории вдоль всей пляжной полосы. Это некого типа беседки, где можно комфортно провести время и понаблюдать за побережьем. Беседки, скамейки и настилы, выполненные в едином стиле, защищают от вандалов. Зимние пляжи находятся под присмотром камер видеонаблюдения. А вот сколько именно таких зон отдыха нужно обустроить, в конечном счете, зависит от горожан и гостей Анапы. Пока на центральном пляже Анапы установлены 4 таких беседки. В них можно присесть, отдохнуть или укрыться от дождика. Если такие беседки будут пользоваться популярностью, то их количество обещают увеличить. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион.